нам известно что некоторые игроки могут встретить затруднения с обходом в игру мы работаем над поиском причин и постараемся держать вас в курсе новостей заходим в рефорж так единственное что мне бы и Продолжение следует... 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 поехали сейчас все исправить друзья не переживайте если как не работает и заработает первый матч первый матч по на турнире который мы с вами посмотрим рефорж вообще игра должна была выйти 12 декабря такие по крайней мере были планы по потом что-то произошло и она не вышла на официальном сайте до сих пор есть информация о том что игра выйдет 31 декабря 2012 года или ранее то есть все еще есть время на выход из игры включить его да уже на выход игры 30 fps не нет посмотрите фпс уже добавили там насколько помню после прошлого патча самая большая проблема с в том что надо убрать было вот улучшить время отклика мыши еще рекомендовали и 160 fps сразу вот она просто x2 ухудшает производительность я пока не буду графику ставить на повыше посмотрим как будет работать но пока 150 170 fps то же самое было когда игра только только вышла характерный подлак при строительстве здания как вы видите имеется то есть тоже старый известный бак как только вышла бетка об этом стало известно а включил низко заработал понятно но графика графика непривычный и так мару против спарила спирал немецкий орг насколько я помню он совсем недавно участвовал финальную часть раз брэнкапом к сожалению он проиграл если правильно помню в матче за третье место sonic у чему sonic был несказанно рад можно клипчик посмотреть надеюсь там чатике кто-нибудь скинет напишите пожалуйста кто в чатике смотрит трансляцию тем кто не видит передать им инфу что разбираются сейчас пофиксят если не терпится то можно посмотреть на ютубе на твиче или включить например низкую задержку бета-профиль на г.г. спасибо первый архмаг задала ран выбегает и крепимся ох тут еще новые звуки нейтральные озвучки ну вы помните да на наш город напали вот это вот это же тоже переозвучивать пришлось из-за того что права на ту озвучку принадлежат софт-клабу марва отступает поднимает кольцо движок тот же самый ну то есть он обновлен естественно но физика абсолютно та же самая какой дикий лайтник щилд какой битый форсир но они на пару с грантом за счет лайтник щелда очень быстро очень быстро прокрепились классно заработал спасибо ледоколу за оперативный фикс чтобы там не было волки еле заметны вообще посреди на этих волков зеленые волки прибежали желтый зеленый может как-то можно но их можно в красных наверно перри 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 так и я бы хотел еще знаете что сделать эти ж ваши любимые хитпоинты идет очень хороший микроконтроль с одной стороны форсир бьет в архмага пытается нанести по нему максимальный урок с другой стороны архмаг вместе с элементальным и даже футмены несколько раз успели поатаковать архмага блок попытка была сделать но на базе магическая вышка которая довольно быстро отбивает желание ой перенацелил магическую вышку для того чтобы получить не добить волков ею проще простого добить там по тридцатник урон какой же архмаг во лбу звезда горит монат воспеватель ма чего-то там интерфейс будет с героями я думаю что кстати интересно если я запущу эту штуку которая подхватывала инфу скорее сам не будет работать задала ран очень агрессивно играет фс здесь 2 2 же грант они борются за опыт архмага получается как получше но он успел еще мурлоков забрать при помощи ополченцев поэтому у него более серьезное преимущество ох смотрите два гранта решили гранта над рубаками их называть как вови баш рискуют все хотят экспы все хотят артефактов но лягушку хорошо ли они не лягушку не стали переозвучивать слава тебе господи хоть что-то останется у нас в русской версии из классического варкрафта любимого старого рубака да 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 рубака и землянка землянка это прям землянка с грейдом ильпийским на вторую атаку по по внешнему виду очень похоже копьями там стреляют ох анимация смерти футмена только сейчас увидел ё-моё очень характерная кстати анимация регенерации здоровья ничем не спутаешь чайником решил добить специально для о склов спит специально чтобы не было ласт хита чтобы архмаг не получил третий уровень пытается немножко отгородить коня это очень хорошо спарил играет вообще отконтраливает гранта спасает там блочит как может добивает как надо в этом время подходит таурен замазка дарн истребитель гарпий вы помните что в компании была какая-то миссия где надо было именно с тауреном совоевать с этими гарпиями не помню это было в когда-то мне с без мастером ходили вместе или что-то было такое не ладит они в общем исторически скажи можно немножко нормальный варкафт это нормальный варкафт просто просто непривычный движок тот же самый баланс тот же самый нормальный варкафт ох стомп за заблокировал сразу двух футменов элементали один фут спасся появляются шаманы господи какие они то лизе детализе детализированные у армию игрока порт сделает штрафует футмена при том что элементарь живой и форсир получает третий уровень учитывая рифлов и отсутствие священников я думаю что это сначала будут сначала будут волки вторые да так и есть лютые волки его зовут люто волк scroll of the beast опять побежал вперед стомп сделать хороший чайник телепорт до телепортируется шамана можно потерять грамотно отконтроливает и телепорт назад фолиант ловкости он гораздо менее заметен чем был раньше и книги сейчас будут читать вспомните какие были книги зеленые красные синие такие яркие цвета а тут добавили текстуру приглушили немножечко яркость и все зато можно посмотреть что в магазине продается тут динамит можно купить какие-то бутылки ракету а криппинг идет в это время ничего страшного ничего не происходит такое давайте я поставлю игра индикаторы всегда включены по цвету команды может быть еще чтоб не было путаницы со здоровьем а так и должно быть что синие а у меня все на минималке потому что когда я последний раз запускал barcraft он мне выдал 30 40 fps потом выяснилось что отключение низкой задержки не подожди здесь важный момент то урен куда рифлы побежали то время не сразу сделать стоп но тем не менее три четыре юнита под стомпом минуса первый rifleman загоняет с всех пристов минус два приста прибегают ополченцы архмага ловят в сетку архмага еще одна сетка окружение стомп шикарно это минус а им скорее всего нет он пытает он бы выходит из окружения ему передают инвул на последних хитах он вызывает элементария но удаст ли здесь вообще справиться здесь то урен здоровый правда без стомпа падает падает панда я чуть не называл алхимиком правда минус шаман на минус минус архмаг и до свидания 29 лимита на 40 самые главные герои орды живы gg пишет мару и игра окончена нормально чего все понятно что происходит так давайте поставим сейчас настроечки вот а наш фанат определив пришел тоже привет днд поставить не забыть потому что так давайте текстура на высокая частицы высокая способности высокая тени не боговали и сглаживание и все так землянка хому пухом все я жду информацию от мистера лайтом друзья сегодня начинается первый турнир я надеялся если честно то есть какая ситуация для тех кто удивляются чего это у вас турнир играешь не вышло вот во первых мы допускали что турнир который будет длиться там несколько недель то есть начнется где-то в середине декабря закончится под конец он может застать старую версию варкрафта но это нормально по концепции потому что старая версия работает она проверена мы бы например первый турнир провели по старой а потом как бы перешли в новую версию и как бы тут еще есть концептуальная тема что вот такой апгрейд происходит вот эта идея конечно понравилась нашему партнеру замечательной компании lg которая предоставила аж 3 моника какой-то невероятной диагональю дикой вот по монитору получит победитель каждый каждого из турнира все турнира проходит пройдет 3 все он будет декабре вот я надеялся что все-таки рефоржит выйдет 12 числа потому что пришла информация запрос на размещение материалов на сайте они как правило планируются сильно загадя и уже тогда стало понятно что планируемая была дата выпуска 12 декабря вот но потом за несколько дней произошло смещение смещение и и ну и мы решили первый турнир провести по бетке тем более что баланс вряд ли поменяется в релизе игры баланс по сути в рефорже это самая готовая сейчас часть самая готовая потому что она просто перешла по наследству из из варика из классического все остальное конечно не готова то есть да картинка приятная но есть проблемы с производительностью есть проблемы с вылетами из игры у некоторых игра до сих пор не запускается были проблемы даже с озвучкой ну как проблемы такие комьюнити не не поняла рахмага его пришлось заменить вот насколько сместилась даты нет даты нет но меня пугает то что но мы предзаказали игру да нам сказали ребята игра выйдет до конца девятнадцатого года точнее сказать до начала ну короче 31 декабря 2019 года или ранее мара 1234 спасибо большое мистер light является судьей да и большую часть организаторских на себя обязанности этого турнира взял а учитывая то что нам выделили три замечательные монитора все равно получается вопрос а как же определить лучшего вот а учитывая то что на год гейме есть замечательный турнирный модуль который может сделать ну позволить провести турнир ну просто любого формата какой хочется раз брейн копе помните что матч с императором зашел замечательно наверное самая интересная часть была турнира в мы решили что было бы интересно устроить фановую встречу среди финалистов возможно к ним присоединяться приглашенные чемпионов и фашеры в специальный шум матч то есть у нас идет три турнира сегодня 21 декабря и 28 декабря а потом финале произойдет фановая фашная заруба вот и мы узнаем ему узнаем кто же из них чемпион ну как бы все с призами с одной стороны но хочется все таки узнать кто же кто же молодец так дэнда не забудь дэнда поставить а то ведь у нас есть фанаты вот транс кажется транс это кто-то есть фашеров я их плохо знаю нет близзы могут выпустить вполне варик просто тут такое количество количество проблем известных что либо они выпустят недоделанную игру то конечно не характерно близзардом тем которых мы помним но если вспомнить например первую диаблу первый второй первый выпуск третьего варкрафта вот они старались откладывать 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 сроки релиза игры как говорится в варит варит дан то есть игра выйдет когда будет готова но здесь идет явный конфликт между той самой концепцией за которой мы любим близзард и сроками которые которые говорят о том что она не будет готова через две недели ну на том уровне на котором обычно близзы делают игры понятное дело что патчами это все правится согласно законодательстве сейсей близзард обязаны выпустить игру до конца года в противном случае обязаны вернуть деньги да да это был коммитмент но меня не устраивает оба варианта и нет и вот вылетают не знаю с чем это было связано но мару мару минус как насчет смотреть рефорс на старой графике молодец молодец вообще возвращать деньги это впервые такое будет они должны этого допустить это слишком серьезные репутационные риски сразу акции бах сокол сразу их скупает на внизу потом продает заносит косарь слушай акции близзов упадут они в любом случае падут либо сырая игра либо невыполнение обязательств и родился надо брать надо брать нет надо продавать надо продавать срочно надо брать трухель ты не понимаешь принцип надо брать так рефорк делал по сути и близзард то есть близзард только отдел старых игр основных штат сатурин делать другие и что каранец какая разница заходим следующую игру сокрытый холм привыкать к новым названием сокрытый холм не смертные богатства поджидают искатели приключений среди холмов не сходите с тропы они то рискуете заблудиться можно опцион нападение на мотители фьючерс я правда не знаю как как пресс какая реакция будет насколько она будет сильный но мне кажется это будет не подъем мы то фанаты стерпим как бы чего может деньги отдали не знал за обещание все и ждем в конце концов не такие уж и большие деньги warcraft уже раз пять шесть и покупал столько всего хорошего подарил столько эмоций пойду продам 10 акций горит корифей ждем новый школьник из россии скупил все акции близзард сэкономив на завтраках ты же можешь чуть-чуть чуть-чуть автор карты н.д. недоступен я загрузилась никто не вылетел а теперь графоне кстати у меня максимальный fps по-прежнему человеческое количество то есть 100 плюс иногда правда бывают просадки до 70 но если вы помните вообще в рефорсе если если у вас не сформированы дикие привычки по по визуалу играть будет комфортнее потому что в классическом варкафте был был ограничение 64 fps то есть картинка была такая поэтому если а кто играл в шутеры знает что fps много не бывает все плавнее хорошо можно будет купить компьютер хороший там как раз выходит м дэш на 64 ядра или вот это вот apple овский конфигурации тысяч за 60 баксов четырьмя видях ами вот и спокойно играть варкрафт с впс им там 800 почему бы и нет при более 50 лимитов fps проседает до 30 40 надо посмотреть что моем случае конфигурация у не топовая процессор хороший райзен который 2 700 к видеокарта до потопнейшие 980 даже не тяй понимаете хотя когда-то 3 варкрафт я запускал и играл по модему насили роне 433 видеокарта была кажется geforce о какая же там поколение было резаны естественно какой-то только 480 440 я не помню какие-то там были ну кажется тоже 47 серии 400 древний при древней не нормально там на старте было на минималка где-то fps по ощущению на 2030 потом конечно когда к лимиту 40 приближались уже начинались проблемы то есть играть затяжные было не вариант ну и контроль по модем и тоже не на это самое армию игрока так неужели хозяин гг не может купить 2080 зачем мне все игры нормально идут fps отличный я возьму и хозяин гг хозяин гг многого не может вот но по другим причинам так я норм играл на эти 128 99 года еще был топ 20 города то 20 города вопрос какого города бывало такое что там 20 человек играет эту 20 города это ну не так грозно звучит ой как подставляется с павел вы посмотрите вот там контроли волков до конца хотя может он специально вытанковывал лицом чтобы футмена про про косы сильнее хозяин не может майкер хозяин хозяин так что эти шутки про хозяина от бренд класс приятная картиночка конечно приятно легкие подлаги всегда есть при начале строительства нового здания вот кто-то сейчас вышка видимо начали строить все-таки где-то начала строится вышка все все поняли сразу причем подлака идет глобальный и у тебя и у врага армию игрока атакуют я бы мог кто же меня попросит я обозвучил не знаю что нибудь лягушку какую-нибудь архмага бы не смог ладно да mx mx 440 скорее всего базе вот такая вот была то есть она приблизительно такого же такого же времени хронологического как и силер он тот который 433 в частности вот он там дошел варкафт шел варкафт но не хотим опа подрезали плащик причем подрезает а экспута получил архмаг с очень биты вы посмотрите в колоссальные проблемы со здоровьем он только стыли артефакт но не добил врага грэнс и привет на карте есть фонтаны поэтому ист со спящими огнями вы посмотрите нет анимации когда он спит было прикольно если по ничего храпели у этого анимация есть а угры прям смотрите реалистично как у не засматриваешься просто армию играть дракон ладно поменее название на этапе а то не знает три форш же идет а по картинке можно догадаться там же там же вроде картинка должна быть просто я думал что начну попозже с полуфинала на всякий случай решил чуть пораньше чтобы ну проверить там как заход в игру графика все дела и и правильно сделал так замочили петуха потому что выяснилось что можно выставить более-менее хорошую графику кстати пинг работы здесь допинг тоже показывается там что берсерк утра ля откуда звук ты тут оооо тут же еще нет берсеркеров какая-то проблема с озвучкой на самом деле то ли это bloodlust с таким звуком идет то ли одно из двух ладно стом нужно делать mountain king выходит его обещали сделать покрупнее ох ты но мк по-прежнему хотя его лучше видно чем раньше ой минус фэс телепорт успеет любить мку близко а а бах да да героическая броня и героический тип атаки тоже видите иконки несколько красненькая главное что цветовая гамма правильная то есть красненькая ее герой какая была там шлем просто был с меньшим отливом синим интересно будет дойдут близи до того что вернут все таки цвет свитка возвращения на красный кто играл в рекорд вы как привыкли нормального вам с телепортом синим и смотреть не скажешь кучу не крайне начинает весит он надо бы надо бы это сейчас ледоколу передать как-то без альтаба нет горит форте лекс я не знаю к чему нет мы относятся то есть играли не играли привыкли не привыкли видимо не привыкли он ведь был белая не красный как он был белым вокруг красная но цвет такой узнаваемый был все таки красный нам на мой взгляд если правильно помню сейчас может кто-нибудь скинуть в чатик играл не привык путай с маной вот-вот-вот с маной со свитком лечения его можно перепутать армию игрока такую а книги не читают а потому что так такую книгу значительно сложнее заметить зеленый на зеленом с текстурками хорошими красивыми опасный момент вард поставили стражевой идол его называют или мы красивый их тоже по цветовой гамме немножко подправили а что за артефакт выпал кстати медалька 44 стейт вард который палит все в летает какая-то птица безумная сетка на рифле ух уже можно подрезать хорошо фокус минус один таурен 3 ловит молоток не прожал он ох какой плохой стом всего лишь на одного рифла а сейчас склойк можно кинуть хороший а нет сделать молоток он решил подрезать гранта а вот сейчас можно по сражаться потому что у маутен кинга маны нет lightning shield на таурена врывается вперед хорошо ворвался из том шикарный по магу по кастерам с чайник влетает дальше еще с том можно сделать если бы успел мага нет не успевает достать дамага маутен кинг вытанковывает чайник еще минус рабочий но расплотняет минус элементарь развеивается очищением у маутен кинга большой инвул врубает инвул не такой очевидный но надо привыкать уже к этой анимации и и телепортируется телепортируется архмаг кинуть бы еще lightning shield туда чтобы добили там скажем при стак если пункт потолпился но анимация lightning щелда очень дикая сразу видно что этот юнит представляет опасность даже ярче видно чем в оригинале чем когда рефоржд вышел lightning щелд был совсем не таким узнаваемым тебе не кажется что вообще все сложнее отличить чем в оригинале артефакт книги одного героя другого ну да это глобальная привычка естественно мы смотрели столько матча по варику вспомните как вы когда вышел парка как вы его изучали как вы рассматривали юнитов вам было непривычно как вы привыкали здесь ситуация еще более сложные потому что уже выработаны привычки существующие и вы хотя с другой стороны в чем-то и проще потому что вы по крайней мере знаете кто какой юнит если вот вы его идентифицировали знаете что он делает то есть вы не не настолько вне игры и и опять фолиант ловкости остается с ска 2 такого не было это же новая игра по сути это же не ремастер там и новые юниты и герои и компании это привычка привычка явно перебор с эффектами скролл спид врубается орг забегает lightning щелд на двух волков волки сразу на рабочих телепорт идет ох опасный момент но пока телепортируется сразу да пока он телепортировался минус все рабочие возможно даже минус rifleman последним выстрелом шамана бах и на базе это грамотная реализация того факта что у противника не было телепорта все вот сделал он ушел с прошлой битвы на т.п. у тебя к тому же еще база что мотивирует тебя выиграть время приходить разменивать там т.п. на рабочих или на другой телепорт вот время работает любом случае на спарила понимает мару что видимо делал разведку знает что там экспант и спешит на вражеские эксп но проблема в том что у него нет к сожалению телепорта и быстро вернуться он не может а тут можно бы строить просто идти взял т.п. окей допустим ты убьешь мне экспант но на мэйне такая будет проблема тем более рифлами убивать нычку это не совсем то же самое что что грантами да отправляет архмага домой было бы красиво сейчас сюда селепортироваться и пока архмага нет навязать сражение пока архмаг бежит рифлы кое-как сбивают нычку но долго гранты на самом деле подходили они только-только вот основная часть подошла да и 2к хп на полтора тысячи база минус пытается убежать не убежать не убегает может посражаемся сражаемся но я думал что то время рядышком стомпы и все но рабочих все равно у мару нет размин экспанда на базу вместе с рабами это конечно очень невыгодно мару у него добычи нет совсем вообще нет добычи никакой здесь по крайней мере можно там на телепорт накопить как-то и ой-ой-ой-ой ночью они не видят что здесь какая психологически правильная база у орка посмотрите сейчас последнее о чем будет думать хуман это что мне нужно вставить свою базу а делать разведку в такое нелогичное место он не будет хотя ресурс хватает сборку и чтобы поставить и там базу это но все равно грамм на грамотное место но там кейк при джоннился тоже армию игрока атакуют как думаешь про игроки смогут играть в хороших от таком же уровне да да я думаю что будет играть лучше чем играли до этого не из-за игры а из-за увеличившейся конкуренции из-за большего количества турниров призовых и и мотивации игроков вот и гг просто выбиваем мэйн делаем телепорт и все рановато сделал тп успеет убить рановатор сделал был явный косяк боялся что форсиру потеряет надо было продавать инву за базу инву был только у турина может он боялся фс а просто на фокусе отдать под контролировать и надо было проводить дальше армию игрока атакуют миша при таком же уровне требований к управлению юнитами уже имеющимся и в ртс проводить хотя бы ручные настраиваемые теперь предустановки юнитов как теперь идея битва скриптов я думаю базовая автоматизация она на уровне интерфейса должна решаться как это выделано во втором старкрафте например то есть большие группы войск там подгруппы каст простой пример переход с первого строка авто на второй плане интерфейс какая там была революция вот но если мы пойдем в сторону ну дальше игрока так чтобы ты мог кодить модель поведения определенного юнита то есть настраивать модель поведения в зависимости от от ситуации все это уже стаёшь на нашатку и дорожку скриптов потом приходит к тебе этот а и который уже старкартерских во втором саркарте про шатает как же называется альфа ну который шахматы потом go dot q starcraft уже топовых людей вертится на языке как-то быстро отца бегать на 2 аура извините ошибаешься не шатает в шахматы не шатает в гоу не шатает в старках не шатает или ты про дотку говоришь но там они насколько я понимаю просто бросили потому что вариантов довольно много но были уже бои с такими полупро коллективами альфа-зеро да из из это исключительно вопрос временно исключительно посмотрите кому интересно воды с как мана играл против и какой там уровень микроконтроля причем специально ограниченный там импут лак вводили ему почитайте как там на хабре статья полгода назад когда была чемпионы по гоу мировые уже отказываются играть против против и ну в шахматах это было раньше всего альфа-стар или альфа-зеро можно погуглить память хреновая ну короче я против скриптов потому что это это уже будет соревнование не людей но людей-ка толще степи пишет шахматах за брутфорс или там брутфорс это была первая фаза насколько я помню но и и хватало для того чтобы всех людей выигрывать но там же у шипова тоже где-то годик назад появлялись появлялся анализ игры как раз не не и на уровне просчета ходов и на основе самообучение то есть мы скармливали он друг дружкой играл там сам собой играл ему там что-то какие-то материалы скармливали в результате такие показывал во первых он обыграл там резкий скачок по уровню рейтинга и л-овского короче гуглите гуглите это очень интересный материал обязательно посмотрите сейчас судя по всему у нас идет финальное сражение маутон кинг еле живой у нее есть инвул но таурен просто творит чудеса он самые куча кастеров мк вынужден пить инвул свиток лечения был тоже хорошо прочитан видно по анимации мк отступает нужно пить ай даже не не пропьет бутылку жизни в смысле маны хотя бы чтобы клэпнуть перед смертью иначе да и разоплотняет чайник влетает не третий но все равно очень больно то урен самое гуще событий судя по всему вот это вот мета с форсером и тауреном из с большим количеством шаманов она она заходит правда лин лин против альянса в кадуев играл fast или нет нет против андетов он играл но как бы года разные шахматы решили в восьмидесятых гол в 2010 за это время и скакнул сильно самая главная мысль с которой я думаю сложно спорить что исключительно вопрос времени когда и станет обыгрывать даже в более сложных играх то есть исключительно вопросов время я не знаю какой какого времени не специалисты в этом вопросе но если раньше говорили что вот шахматах все просчитывается вы попробуете там в ну какой-нибудь стратегии в реальном времени сделала так чтобы и нормально играл там типа бесконечное количество вариантов бесконечное количество ходов тебе кажется тебе не кажется что матч вернулся 2005 год да 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 ну там строили рифлов sky показал нас казалось кастеров а вообще мы наблюдали на голде тоже смотрел это как можно воевать против этой темы маутенкинг с молотком и очень быстрый выход в брекеров то есть ты не строишь шрифлов ты не строишь 40 ты просто их уходишь брейкеров потому что самая твоя большая проблема это вот то урен летящие в твою армию понятное дело что брейкер проигрывает обычным грантам понятное дело что без слову жить сложно хотя одну сорочку тебе никто не запрещал построить вот но там по крайней мере была была интрига и и там то урен врывался мне улетел молоток он прошумал инвул если он добегал и делал стомп то все хорошо у орка если не добегал то он попадал под стомп и брейкера весело по нему два залпа делали то урен уже без маны нах и никому не нужный вот им как рассчитывается все и везде вот серьезно даже в жизни вопрос алгоритмов мощностей согласен согласен автоматизации информационной технологии вперед я помню еще говорил когда альфа зеро всех шахматы укатал что старик осталось год-два жизни он не верил вообще было странно что они в принципе приняли решение в игрушки пойти видимо из-за того что это челлендж как раз нетипичный плюс это хороший пиар у меня подруга молодой ученый все это комбинаторика и на самом деле те же счеты только очень сложные настоящий как и замена мозгу не появится в зримом будущем основной критерий способность создать что-то новое чего не было в природе машина просто загружает алгоритм ой сейчас пойдут дискусс и я вспоминаю этот как на конференции илон маск который очень не беспокоен и поэтому насколько понимаю сам пытается возглавить это движение по развитию искусственного интеллекта обеспокоен тем что это очень важный процесс контролировать спорил с кто нас там в китае алибо башный магнат но он то же самое что ты говорил они не могут создать что-то новое они просто машины да 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 расскажи это не знаю саре конор так же ее зовут вот да будут дебаты о sonic death note сейчас будет отлично ждем соника кстати sonic же наверняка стримит можно посмотреть и это будущая эволюция маша маша шарлатан понеслась по это очень перекушу победа в ртс будет тогда когда и не будет требовать отдельного интерфейса с преимуществами будет коннекция для игроков А его уж там вроде приближали По количеству действий И по скорости реакции к человеку То есть у него было и огромное количество АПМ И импут лаг был на уровне Среднего человека То есть понятное дело, если ему бы Без импут лага, то вообще там делать нечего У тебя только выстрел летит То есть сразу в ту же секунду Там уворачивается Человек не может соревноваться с машиной По скорости реакции Есть же замеры Наверняка Их много И подобные проходили Насколько быстро вы реагируете На изменения на экране Стандартная какая-то объект появляется Должен кликнуть И вот сколько проходит миллисекунд до того момента Как ты реагируешь Среднее время отклика Если я правильно помню В районе 150-200 миллисекунд То есть 1,5 секунды Это вот человек, который вот если сфокусирован Он готов Он видит, проходит сигнал Нажимает на кнопку мышки Вот этот процесс проходит Вот Это можно тренировать Но комп там может до единиц миллисекунд До доль миллисекунд Наверное Поэтому Самое смешное Что та кукла В которую внедрили И была Предназначена для интима Неплохо Прибежали Но видел объекты Он не так Карту иначе смотрел Мне кажется Это Не такое уж Непреодолимое условие То есть Сделать его Не Ну то есть Это скорее всего Просто было условие Для того чтобы Быстрее показать результат Вот Это тоже решается То есть Ты видишь не все А часть Думаете что это его остановит Что все Вот ребят Это не считается Вот он Он Выиграл Потому что у него карта Была открыта Да А иначе он никак Нет 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 У него нет шансов Никаких Все Все расходимся Нет Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 114 114 из них подтвердили 54 человека поэтому почему так рано я думаю что где-то ближе к 9 мы будем да то есть вообще шансов шанс вполне реальный надо всего лишь двух папашку бить и все без проблем ну что я зрители простой вел турнир по варик и знать его посмотрел отлично спасибо большое императору мне конкурса выслали такой классный монитор от lg нет нет император император не знаю мы не прислали ему монитор но он он относится к бетки варкрафта адеквата на мой взгляд как сырой недоделанной игре поэтому а кстати еще на гудгейме есть смайлики савель нарисовал специально варкрафтерские смайлики прекрасные прекрасные задоларом по одиниц наконец-то они анимированы они еще так на мы ждем начало игры либо зайдем кстати можем посмотреть может хавк стримит или sonic стримит поме стримит хэппи стримит хэппи а у хэппи сегодня rising star какой-то яркие о феникс поинк сиара начал играть был плейд посмотрим battlegrounds хапка я лучше хапку посмотрю самом деле а мы еще сделали сетом под монитор play рассмотреть оформление о потому что партнеры понимаете партнеры надо их радовать единственное что у меня не запускается трансляция какого черта какого черта давайте низкую поставлю пока да там наверно каких добро петь фпс короче у меня лагает стрим хавка у хавка лагает варкрафт картинка мыльные примыльные Подождите Это для меня несмотребельно Причем у него выключено по курсору И все на минимуме И все равно варик не тянет АПМ 200, ФПС 30-40 Офигеть Офигеть У меня нет слов Ладно, ждем Друзья, пауза небольшая Давайте сделаем Друзья, пауза небольшая Друзья, пауза небольшая Друзья, пауза небольшая Друзья, пауза небольшая Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Но теперь прямо они в глаза бросают, если у тебя там не 5, а 4 виспа. И это правильно, потому что у других рас это гораздо более явно. Ну, за исключением, наверное, андедов, там можно одного колита не увидеть, который на 12 часах. В это время залетает на базу дыхание панду. Я никак не могу привыкнуть к панде, потому что у нее шляпу почему-то убрали. Почему нет шляпы? Почему без шляпы? Что за дела? Я понимаю, что это панда только после того, как дыхание проходит, понимаете? Для меня это, ну, скорее без мастера, который бегает. Где шляпа? Шляпа пропита. Шляпа за деньги. Полный темплар, но я сделал стоп-старт 3 стрима. Должно работать. Пока что, хоть и мега агрессивно играет Соник, но он... Ай, потерял все-таки арчу. Он убил двух хотменов, одного рифла и, возможно, сейчас заберет еще одного рифла. Хотя это будет стоить ему... Тут рабочим можно ударить, если ты внимательный. Молодец. Это будет стоить ему телепорта, но я думаю, что он согласен. Он такой рад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Рифленый спасся! Арчи должны бежать уже домой. Хотя не обязательно. Может быть, они здесь нужны для того, чтобы предотвратить постройку базы или криппинг. Все правильно. Арчи-то, отчего? Нет, 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 нет. Про них немножко забыл. Это чтобы, видимо, перебить регенерацию. Которой нет пока что. Выходит Бладмейдж вторым героем. Он же Инвокер. Дотеры завидуют этой... О-о-о-о-о-о! Качеству графония, да? Пора делать третью Доту. Но будьте осторожны. Близзард, будут права на нее. Они теперь поправили пользовательское соглашение. Главное, у него бочек пива забрали. А вроде у него есть бочек пива. Вон она, сзади. Мне казалось, что панда в оригинале в том числе била второй рукой с бочонком, который сейчас за спиной. То есть так-то палкой, вот как раз это, видимо, какое-то оружие китайское традиционное. Вот. Мне казалось, что он бил ей еще какие-то удары. А, клэп лобочкой. Ну, где-где-где дыхание пары? Алло! Как же не доконтроливает Соник. Он врывается пандой, подходит вплотную, у него начинают высасывать ману, и только после этого он делает... Ай, Соник не готов. Мне кажется, что он в визуальной части немножко потерялся. теряет трех арчей, подрезает только одного рифла и сражается там, где ему сражаться не стоит. Медведи. Делается. Друид-хищник. Маг ближнего боя, владеет ревом, который увеличивает урон от атак. Может изучить омоложение, облик медведя, знак хищника. Хищник. Надо все перечитать. Тут же новый текст. Теорил, ловчий солнце. Теорила сейчас затеорилят. Минус Теорил. Теорил. Так, Т3. А где магазин-то у нас? Отбивается вроде с энтами, потому что диспала нет, и все. Риджув как работает. Я сразу не заметил даже Риджув. А где второй Риджув? Надо ярче Риджув. Потому что он не считывается сейчас так, как считывался раньше. Панда 3, я бы вышел на самом деле. Третья панда это... Прекрасный тайминг Древа Чудес. И мне кажется, у Соника не сносили магазин. Просто он решил сделать его по такому таймингу. Древо Чудес, как выяснилось, у него голова черепашья. Очень похоже, судя по этому характерному носу, клюву, и зелени, которая застряла, и по осаженным глазам. И я не знал, что... Может, в оригинале по-другому. Очень красивые пожухшие листья. Подгорает дерево. На позитиве оно всегда, посмотрите, такое, улыбающееся. Нормально. Не холодно. Главное, дерево оно какое-то совсем. Да это не важно, подождите. Вот оно, красавица какая. Пока что Древо Мудрости самые-самые позитивные. А что по ОВУ? У него морда рысья. Так. В это время выманили большого командира Ографа. Он здоровый. Но довольно быстро медведи с ним справляются. Он пытался выйти из окружения, но не получилось. В качестве награды уже второй раз выпадает медальон храбрости. А, медведи сделали побольше. Помните, они из формы, когда превращались, становились меньше. Походили. Там еще императора просто убило. Клипчик был, как он ржал из этих хомяков боевых. Вот. Сейчас медведи похожи на правду. Баниш. Ну где вины и пары? Где... О, вины и пары дыхания. Шикарно. Высасывать ману нечего. Панда, правда, без маны вообще. То есть бутылки нет. Что странно для третьей панда. Но мишки пока что... Став, надеюсь, есть? Да, став есть. Оказывается, это гусь. Ставается. Красиво. Эндов новых вызываем. Многие иконки предметов, они взяты... Что? О-о-о-о. А если мне эпилепсия? Вы чего? Нельзя так делать? Что это было клипчик сделать? Я прям... Я думал, за мной прилетели уже пришельцы. О-о-о-о-о-о. Что это? Минус архмак. Мне кажется, это диспол так работает. Остается один блатмейдж несчастный. Он высасывает маны у козла. А тут кроме трех арчей никого не осталось. Он пытается блатмейджа убить. А как тут убить? Он неуязвим вообще абсолютно. Ой, сейчас Соник здесь доиграется. Он с арбой, правда. Арбаб разуплотняет. Так банишь же. Почему он не забанил панду? Оп. А дыхание же 75 у нас стоит, да? Плохие новости, панда. В смысле блатмейдж... Ай, он в ту же секунду начинает высасывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Пытается убежать, но скоро его отпустят. Очень битый. Как рифлы прикрывают. Такой контроль хороший от Десноты. Лапа-медведь. Вы видели? У него лапа-то как будто резиновая. Минус два рифла. Михалыч. О-о-о. Махнотый такой. Р-р-р. О-о-о. А этот на пафосе на руки в разные стороны. Бежит. Так, тут голова виспа. Тоже забыто где-то. Крутится вокруг. Ну и лечение. Очень помогают фонтаны в такой ситуации. Герой тощий, как я два года назад. Был здоровый красный дракон. Сделали из него какого-то... Ну, он красивый, но он не внушает страха. Понимаете? Ты не боишься его. Левиный рог Штормгарда. Штормграда. ВК анимация перемещения унитов было лучше. Ну вот. Чем лучше? Я не знаю. По мне так просто все другое. Отражение есть. Ребит из-за этого в глазах. Потому что, ну, очень оно чистое отражение. В результате 58 лимита отборных медведей с 1-1. Рычат. Слоу, винные пары, дыхание и энты. Энтов диспелят. Должен диспелить. Задиспелил. Но медведи прорываются к рифленым. Ну, дыши хотя бы, да. Но Соник не покупает инву. Не покупает амшу. И панду его нейтрализует. Ну, хотя уже жертв довольно много. Где-то 3 рифла умерло. Став. Где Став? Став на КД. Второй Став не на КД. Сдули, кажется, Архмага. Я услышал, но не увидел этого. И довольно спокойно Соник выигрывает первый с моим матч в полуфинале. Хорошо медведи поправили. А то они реально превращались в форму. Из больших становились маленькими. Сейчас хоть медведи на людей похожи. Теперь пятый герой сильно напоминает по графике. Это хорошо. Я не знаю, наверное. Уверен, что профессионал не будет играть в рефорш при условии, что варик обычно оставят. Я думаю, что очень многие будут использовать опцию играть на старой графике. Очень многие. Но, во-первых, хорошо, что они не заменяют старое на новое, а оставляют такую возможность. Потому что, ну, мне, например, если бы не был выбор, не хотелось бы переучиваться. Я бы играл на старое, улыбался бы, зажимал свой альт постоянно и все. Вот. Но если приходит, например, новый человек, или там, который когда-то в свое время играл в Warcraft, проходил его там 15 лет назад. Он не был постоянно там с нами, он не смотрел постоянно стримы, не играл, не смотрел турниры. Для него прошел довольно большой промежуток по времени. И вот именно обновленный внешний вид может привлечь игроков тех, у которых не сформирована привычка к старой графике. Вайн по поводу рефорги напоминает ванну по поводу дизайна ГГ, когда на синий приходили. Не только ГГ, это стандартная тема. Если существует продукт достаточно долгое время, и он потом принципиально меняется, то в любом случае будет большое количество негатива. Старый дизайн, гудгеймовский, конечно, был прекрасен. Мы с такой его любовью делали. Там один дизайнер, так долго, все там, концепции рисовали, что где будет стоять. Но он не резиновый, не адаптивный, пестрый. Не то, что текущий. Геймнейм? Геймнейм какой? Где? Скабот. Все, иду, 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 иду. Опять Скабот. Почему он сразу не ищет? Не создали? Раньше было лучше. То верно. Без зрителей, кажется. Вам это не нужно, говорит Матвис. Да, ты что-то помнишь. Да, вам это не нужно. Вернее, аудиотрансляция в Активе, говорит Матвис. Слушайте, сколько здесь стариков? Вы действительно помните это? Залетаем. Застава Теренаса. Теренаса. Описание. Благородные жители королевства. Над нами нависла угроза. Тьма окутала берега нашего края. Встаньте же и сражайтесь ради тех, кто вам дорог. Познавшие смирение не поглотит ночь. Заклинаю вас, братья и сестры, живите. Король Теренас. Или Теренас. Наверное, Теренас. Графика слишком хорошая, без пикселей неудобно смотреть. Согласен. Лисорис, говорит, до сих пор помню, как компромат исходники твоего комментатора для лоций. Это, конечно, беда. Я помню эту фотку. Меня можно было ставить как доску просто. Он такой. Я как шлагбаум. Про плей был топ-сайт по оформлению. Слушай, ну, не сдерживай себя. Реально, зачем тебе вот резиновый гудгеймс там с турнирами, со стримами, с там играми, там, описанием, со всем вот этим вот, с клипами, с замечательным форумом, с магазином мерча, в конце концов. Если можно зайти на про плей спустя столько лет, и посмотреть, что все нормально. 364.84, заходим. На сайте пользователей онлайн 0. Все нормально. Кто в дотсу, я создал. Вот это был сайт. О, там хорошо по ширине кто-то это сообщение большое оставил. Так, что там по ставочкам у нас? Сезон ставок, свежачок. 2005 год. Иконка Квипа. Тогда еще Айской пользовались. Нормально, все. Все нормально. Вот. Хорошо, что они оставили сайт. Можно позаходить, повспоминать. Вот, а тут, знаете, тут заходишь в турнирчик, заходишь в какой-нибудь, не знаю, Русбрейн Кап, или, или геройский турнир. Или турнир даже вот по гвинту Витя проводит. Все красивое, резиновое, участники, векторные иконочки, сеточки, настройки отображения какие угодно, полноэкранные режимы, скрытие туров, как хочешь. Идеально просто, идеально. Результат, изменение рейтинга. Годы просто прошли уже, годы. Матун Кинг первым героем. Против Альфа нормально, там Варденка готовится. Ой, вот вы узнали лицо Вардена? Резиновые участники, да? Вы узнали, Папа, посмотрите, на портрет. Надеюсь, я не отменю ее. Армию игрока атакуют. Шалис, темная охотница. Шалис. Соник при помощи Лайтнинг Щелда, крепится. Подставляет. Здесь Маутен Кинг. Провоцирует на молоток, чтобы кинул. Ты в полете его задеваешь, и он не получает экспу. Но не ведется Деснота. Вообще ни на что не похоже. У нее такая шея, просто... Я до сих пор удивляюсь, как у нее голова помещается в эту каску. Что там вот за этим всем? Ну ладно. А лица у Арчерка посимпатичнее стали, да? Ой, кстати, да, они же переделали. Там же было какое-то лицо. Страшное-престрашное. Сейчас получше, действительно. Говорят, что в европейской версии бетки рефоржда уже лицевая анимация появилась. Я не знаю, слухи это не слухи, но Сокол сказал, что типа там говорит кто-то с ним. Не знаю, может у него поехал уже, но потом встретил еще сообщение от... Вот. За маской XCOM 2. Да, похож на секторе. Две мантии плюс шестинты. Киньте сетку. Кстати, помощник, если не сложно, добавьте, пожалуйста, сеточку в МСШФДД сверху. Потому что не все заходят на главную страницу сайта, не все заходят на страницу турниров. Я видел недавно, как Граби играл, у него анимация Блиц была. Вот так вот. Интересно, какая лицевая анимация будет у Варден. Так, сделаем экспант. Книги. Вот я говорил, что книги будут, блин, значительно реже читать с таким внешним видом. Близзард. Пожалуйста. Ой, Малтон Кинг сразу получает. Мы второй Клэп же сделали, да? Кажется, второй Клэп. Да, второй Клэп, не первый молоток. Нет, не второй молоток. Это помогает просто от двух бараков, например, отбиваться. И суммарный урон получается больше. Ой, как теряет-то Соник. Правда, тут минус тролль. Ой, какой Клэп больнючий. Минус Сорча, минус Хантреска. И в результате уже смерть. Два барака. Два барака. Точка сбора бы пригодилась нормальная, чтобы... Ой, спасибо за МТД. Своей анимацией будет такая. Ренга. Да, меня всегда удивлял этот... Эта... Актриса. То есть, три разных фильма, я не специально. Вот, одно и то же лицо. Так, а в это время Сторожевое Дерево достраивается уже. Рабочие, хоть и с топорами, но не успевают справиться с растущей проблемой. Интересно, сейчас прочитайте книгу. Прямо перед ним лежит. Ну, надо же читать. Ееее! Замечено. Там маскоты. Нам очень нужен магазин. Прямо очень нужен магаз. А магаза нет. Скорее всего, застраивать сейчас будут. С таким количеством котов... Ой, Хантреска тоже посимпатичнее. Они как будто... Дали тут немножко то ли света, то ли еще чего-то. И девчонки так, то ли, на макияже. Ну, может, накрасились просто. Но стали посимпатичнее. Я не знаю, каким макаром здесь отбиться можно будет. Маны у Мотан Кинга нет. Только на один стом. Он там рифлов хотел сделать. А, два барака. Позновато, два барака. Клэт на троих. Подбордовская вышка. Бегут ополченцы. Высасывает маны, но там будет еще один кинжал. И отсюда придется сваливать. А сваливать куда? Магаза-то нет. Я не понимаю, что за тайминговый магаз? Вышка рабов... Ааа, он сюда телепортируется. Это может быть. Бордовская вышка хороша, потому что пока там наносит хороший урон. 23-27 с бонусом 50%. А, ну, основной демодждилер, на самом деле. Мне почему-то в третий раз слышится, что город васаби. Армию игрока атакуют. Армию игрока атакуют. Матан Кинг умрет. Ополченцы не до контроля. Но, смотрите, какие красивые. Мечи. Щиты. И мочить котов. Молодцы. Варька уже четвертого Лайола. У нее второй кинжал. Нет, вот стрелы летят. Раз, два. Ну, не так явно, кстати, видно. Умрет кот. А, нет, он доконтролил его. Еще рабочий... И вернулся кот. Ну, доконтроль. Новый голем. Тролль. Футмен. Варя в тупую просто бьет. Вышку. Еле-еле жива. Она тут такой колоссальный урон эта гвардовская вышка нанесла. Вы бы знали. Там десятки выстрелов. Вот заказал бы раньше рабочего, вышку бы спас. Вышел, вышел, рабочий, ну... Минус телепорт. Райфлмен где-то там умер. И выкуплен был Маутен Кинг. Но на самом деле, ситуация очень хорошая из Соника. Весь вот это вот... Все это мясо убитое. Рабочие, футмены. Оно отложилось в арьке, которая почти уже пятый уровень получила. Да, исправлю мы с лечением. И нужен, конечно, в такой ситуации Магаз. Обязательно нужен Магаз. Мунвеллы пустые, смотрите. Теперь уже видно, что они пустые. Красивый какой Мунвелл. И наполняются постепенно-постепенно водой. Сейчас пока на донышке. Водички. Ха-ха на донышке. Цветок лечения берет, потому что негде больше лечиться. Вынужден использовать его прям сразу. Хотя потеряет еще Катана на крипе мне. И... Ну и пятая Варька здесь появляется. Реплэшмент Паушен лучший артефакт в такой ситуации. Крайне редко можно назвать его таковым. Но сейчас он прям очень нужен. Пятая Варден восстановит соточку маны. Восстановит еще 200 хитов. 38 лимита на 40. Но проблема в отсутствии маны у Маутен Кинга, в отсутствии армии нормальной. И в том, что Варька пятая. Вот как мы будем сейчас с Рефлами, без свитков лечения, останавливать Варден? Который, скорее всего, с третьими ножами. Как? Я не знаю. Увидел вышку, решил пойти на мейн. Хорошая логика, тем более, что на мейне не грейженная скаутская вышка. Сейчас увидим по урону. Не, он третий кинжал. Третий кинжал бинт. Взял. Ну, значит, это минус МК через секунд 20. Правда, он теряет котов, Соник. Но МК не уходит здесь никак. Ну, это нереально просто. Варька пятая. Маутен Кинга нет. Тут минус рабочие частичным. Можно сейчас Рефлок подрезать. Тоже через даггер. Это самое ценное. Ну, а потом, если Варька доживет до 6-го левела, а ей, в общем-то, не так много осталось. То это будет гг. Окончательно. Чуть-чуть осталось. Пытается ополченца забрать. Можно забежать за свитком. Да, там работает эксп, это типа плюс. Но, опять же, третий Маутен Кинг против 6-й Варден. Так нельзя. Варя шестая, я бы вышел. Плюс еще ночь начинается. Сонику только не хватает магаза. Вот он только сейчас его делает, видимо. Нет, лунный колодец. Чего он так... Магазин-то не уважает. Начинает атаковать алтарь. Попутно. А, светоключение еще взял. Сбегал в магазин, не дать неподалеку. А Маутен Кинг-то может выйти даже. Динамика у него положительная. Тем более, что рабочие помогают. И чинят-починят. Но МК выйдет, а тут разруха. Не вышел на последней секунде. Там прям... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да, это все. Соник в финале 2-0. Но учитывая то, что мы на том же самом разбрейнкапе на финале. Ну, на финальной стадии. Взял третье место. Там Фоги первое. Кто-то второе. А, ну ты фандет немецкий, да? Или террор отлетел. А он второе взял. Ой, точно. Он выиграл в матче за третье место. Орка, да? Этого немца. А Фогичу проиграл в финале 1-4. Точно. Точно, точно, точно. Ну, закономерно все. Не сдается почему-то, я не знаю, Деснота. Тут шансов выиграть почти нет никаких. 26 лимитовую. Но монитор хочется. Три рифла были, кажется, заблоченные. Выскочили просто из леса, когда елка упала. Бедный Матункин. Бедный Матункин. Сейчас Варька вернется, 6-ая с ультой. Вызовет и пойдут из трупа появляться неизвеные. Да, третий, плиз, загор. Да, точно. Меня немножко сбил клип, который я посмотрел. Там, где Соник кричал и говорил, ТОП-3 и ЕН. Хотя это уже был ТОП-2, получается. Тролли вы спрятаться не может, в отличие от... Котов. И вот он, Аватар Возмездия. Красивый какой. Жух, жух. Да, в оригинальной игре он просто черный. А тут как будто звездное небо. Да. Минус пара рифлов. Появляются духи Возмездия. ГГ пишет. Десноут или выходит из игры. Соник в финале. Но приз сегодня только один. Приз где-то стоимостью 1015 рублей. Монитор, там, ИПС-овская, кажется, матрица. Диагональ какая-то безумная. Формат тоже там 21 на 9, что ли. Короче, как полтора монитора. И он был в два раза больше. Раза в полтора где-то больше, да. Если в компании будет возможность выбрать старую новую озвучку, то какую будешь играть? Не будет такой возможности, но я с компанией пройду с новой озвучкой, безусловно. А если будет возможность выбора, то надо перепройти со старой. Можно, конечно, текущую компанию перепройти. Но у меня там спасение земли и челлендж хороший. И я вроде справляюсь пока что. Сейчас на четвертую базу прилетели. И показать могут, кто такие пандораны. А 15 тысяч это дорого для монитора? Ну, мониторы совсем разные бывают. То есть, если ты берешь какой-нибудь стандартный, не знаю, 22-23 дюймовый моник с стандартным разрешением типа Full HD 1920 на 1080. Ну, такие самые простые. И даже EPS-ную матрицу тоже невыдающуюся. Можно в пределах пятерки купить, насколько я понимаю. Вот. Если ты хочешь хорошую цветопередачу, если ты хочешь побольше частоту отклика, ну, там 144-240 каких-то там герц, то ценники растут. Моники там другие по 40. По 50, по 100, по 200, если совсем уже все в порядке с деньгами. Спасай, спасай. У меня два из трех ключевых миссий. Феникс не грузится. Игра прекрасна, говорит Данпел. Да, ничего. Возможно, кстати, ты пытаешься фракционные миссии выполнить, а они у тебя не грузятся. А она мне загрузилась тогда, когда я все-таки в плюс выявил отношения с ними. И к чему будет сегодня? Не знаю. Я, во-первых, не знаю, когда закончится у нас финал. Во-вторых, что будет по силам. Может, фашечку разок катнем в Warcraft и все. Потому что залить Трайфер и Экспоинт можно. Я уже на базе чуть не отдался. С командой из шести человек потерять легко. А я закончил как раз в логове Пандаранов на четвертой базе. Там я там не был никогда. И я не знаю, что меня ждет. Там можно просто остаться. Современный, говорит, я регистрацию пропустил. Можно меня в финал. Завтра выходной, мир в опасности. Но я первую половину дня у своих проведу. А вечером приеду и будем спасать. Часов пять, шесть. Понял, как инкубатор быстро находить? Но я теперь знаю, где он находится. То есть, как он выглядит внешне, чисто внешне. Вроде да. Почему у меня может рассинхрон звук и ряда накапливаться может? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Плюс один в пять помогает. Интересно. Так, а что у нас в четвертьфинале там? Это не тот турнир? Битва за Долоран. От LG Ultra White. Класс. Там Хавк с Парелом. С тем самым немцем. Ну, помните, мы сегодня начинали смотреть, как Мару с ним играл. Как-то уриен всех уничтожал. Как-то уриен всех уничтожал. Передал им твой. Передал им твой. Какая-то ротация идет. Игр. И даже если ты увидел в знакомую, не факт, что ты успеешь... О, жизнь! Да ладно! Жизнь на арене! Я помню, в Хирлайн Вор сыграл, да. Петросянов еще не запустили. GameNameHawk. Спасибо, мистер Лайт. Заходим. Я надеюсь, что... О, подкачиваем карту. Класс. Подкачено, кажется. Warcraft Reforged. Что? Так он уже давно рефоржит. Ну, а сейчас получилось. Ай! Да! Ждем. Ну, что такое? Пытаюсь пересоединиться. Представляете, насколько сложно? Короче, я закрываю игру. И не открываю ее больше. Не, я перезагружаю. Была уже такая тема у меня. И это хотят выпустить в декабре. Да, все очень сырое. Причем, я же говорю, как только вышел рефоржит, как только показали, типа, одну расу, стало сразу понятно, что... что они не успеют это доделать. Ну, не успеют они это доделать. У меня такое было. Нужен перезаход в игру. Угу. Потом, посмотри, турнир АМД не хочешь, если успеешь. А что за... Нет, вообще, я... А кто там играет? Если там есть император, я за. Если нет императора, то... Есть. Еееее, гоу. Класс. Включай гоу КБ. Не, не, не. Старую графику тут тоже можно включить? Ее можно включить путем... правки конфига, кажется. Здесь нужно что-то ручками делать. Пока опция в настройках до сих пор недоступна. Меньше жестокость. Включаешь, и все, и Happy не играет на турнире. А то сохранение повторов надо включить. Блин, восстановление способностей. А убрали, кажется, эту опцию, да? Там что-то было, типа, хэ-дэ. Конечно, если там-то ребята за второе место борются, даже матфрок залетел. О-о-о. Хорошо. Не, если император есть, если император есть, то отлично. А, и за второе место борются, типа, что... Я понял. Что? Есть хэпич, стадия, еще там, не знаю, четвертьфинал, да? Но ребята уже борются за второе место. Не, я за. Я за. Как продакт и разраб, могу сказать, что есть маленький шанс успеть у них. Все зависит от... От... Тьё парадигмы, которую используют. О, привет! 500 рублей, Миша Блэ. Что? 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 Добавляем больше шипов. Юмор. Смотрите. Ну, посмотрим, сможет ли Хавк противостоять этому немецкому Орку. Хавка не была на финале Росбрейнкапа. Я не знаю, по каким причинам, но он был в чатике и рассказывал про то, что неинтересный финал, так как его нет. И... И мне кажется, что игра не загрузится. Одна восьмая пока что. Понятно. Понятно. А, просто Берг покидает матч. Недолго думали пионы. Они на секунду замешкались. Берг. А, ладно, собираем. И пошли собирать золото. Приятная картинка. Смотрите, какой холл. Красивый. 30 фпс, говорит Хавк. Для Хавка надо было специально сделать... Подтянуть другого партнера какого-нибудь. Но надо постепенно. Сначала, если он хорошо сыграет, он обновит себе монитор. Потом пройдет турнир. Будет разыгран какой-нибудь процессор или даже системник хороший. Вот. Так вот, с миру по нитке Хавку на Варкрафт. На машинку для Варкрафта соберем. Главная сложность заключается в том, что пока ты не проапгрейдился, ты сражаешь... Ой, сострадаешь. А сражаться на 30 фпсах очень некомфортно. Некомфортно. Очень. You have E, WTF, OMEG, Bad, 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 KPU. Thanks to Blizzard. i7. А, ну и раз, i7. Все, тогда... Вау. Нет, i7, 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 рознь. Самые первые i7. Они сейчас абсолютно неактуальны. 4 ядра, 4 гига. Игровая видеокарта. Интересно, как конфиг у Хавка. Любопытно просто. Подождите, сейчас. Я зайду. Я зайду к нему. Может, у него описание есть. Видолага, он так страдает. Вот, кстати, рекомендую вам канал. Девушка на скрипке тема из этих играет. Вживую, хорошо. Нет. Конфига нет. Увы. Пиромастер. Он написал, что у него 1080. А-а-а. Тогда да. Тогда с точки зрения графики у меня в видеахта похуже. Может, не оптимизировано. Именно под его конфиг. Такое бывает. Нет. У меня АСМН 2 790 игр на максималках. Идут вообще не вижу смысла, что у меня нет. Сейчас я напишу еще раз. Пиромастер, пожалуйста, давай без чатика. Сейчас отвлекай. Отвлекаешь. Потом они заходят в игру. Еще чатятся. Кранта очень грамотно окружает хавк. Но он теряет одного рабочего на мейне. И второго, скорее всего, тоже потеряет. Потому что он совсем никакой. При этом делается играть на Т2. То есть уже с этими потерями ничего не сделать. Апгрейд отменять не хочется. Но штраф будет дикий по ресурсам. Возвращается ФС. Мурлок идет кидать сеточку. Нет, он просто жрет. Он каннибал. Поэтому он просто жрет. А волки приходят. Минус рабочий. Жесть. Такие проблемы с лесом будут. Колоссальные. А если леса не будет, то это и кастеры терпят. И второй герой. На второй герой, как правило, хватает. А вот дальше добивает элем. Блин, вот перевели. Героя Форсира Героя Форсира зовут Кадир Темный Глаз. При том, что я вижу, что у него два красных глаза. Понимаете? Вот. То ли юмор, то ли я не знаю. Может про про волка. Лищ. Ну вот представляете, вы встречаете орковую вот стандартно, да? Привет, как дела? Как тебя зовут? Меня называют Кадир Темный Глаз. Ты смотришь ему в глаза и понимаешь, что что-то не сходится. Вот. Неловкий момент. Очень неловкий. Город Барнию... И Эристотанул еще разокрестри. Опасный момент. Архмагу придется... О, он вспомнил, что у него плащик есть магический. Так, жалко, как оставляет архимага такого. Битого, прибитого. Пытается окружить Гранта, окружает... Не окружает, но Спирл вообще очень плохо реагирует на окружение уже в который раз. Если там можно было просто атаковать Сетов Гранта, он бы умер. Пытался дочинить магазин, чтобы была возможность подлечиться. Как же он достал-то? Блин. И этот... Хорошо, в Баттлнете теперь одни аккаунты можно человека сразу заигнорить, забанить, и все, и он не создаст новый. Сейчас топ-лист нам таких сразу вносить в глобальный непонятливых людей. Вы видите, что Спирл играет абсолютно так же, как в прошлый раз. То есть ФСТЦ, Шаманы, Лайтнинг Щелд и вперед. У Хавка сложно сказать, что он делает, потому что у него, как видите, проблема с лесом 700 на 25. Молоток Форсира. Архмак очень битый. Скрл оф спид врубает Таурен вместе с Грантами. Архмак пытается уйти. Вроде уходит. Да, уходит. Сова такая прорисованная, классная. Надо восстанавливать Хавку рабочих. Я, с вашего позволения, чуть-чуть за Хавку поболею, потому что приятнее, когда... Во-первых, его лично знаем, мы за него болеем регулярно. На Голде он выступил очень хорошо. Лучше, чем от него ожидали многие. И в плей-офф вышел, и... Хоть и не самые сложные группы, но там, в принципе, такое количество такие участники, что... мы отлетаем от любых. Даже от самых слабых. Вот. Молодец. К тому же он стримит, он общается от открытия товарищей. Армию игрока такой. Тебе долагают дроп. Я понял. Попробуйте посмотреть на... Через рестри. сейчас позвоню нашему товарищу. Армию привлеку внимание. Там, видимо, нагрузка большая какая-то еще. Там братишки нам стримит, насколько я понимаю, сейчас. Надо. Надо что-то делать. Что-то на ютубе нет рестри. Стрима. Ох, как же мне не нравится эта ситуация. Армию игрока атакуют. Можно хп-бары с зеленым сделать. Можно, но не будем, потому что оно сливаться тогда будет, когда две армии будут встречаться. И все. Делайла, я понял. все, что прочитал наконец сообщение. Армию игрока атакуют. побежали. Сори, что отвлекаюсь, что, видимо, зачем-то мое участие нужно. Лайтнинг щилд хороший. Мы видим, что хапк играет также в рифлокастеров, судя по всему. И Таурея начинает просто разуплотнять. Грамотная виверна, вот эта вот, против которой сложно что-то сделать, нужно делать отдельное здание и... ну, либо элементарями, которые диспелятся, либо там ковырять несчастным архмагом, либо делать хавков для того, чтобы... для того, чтобы ловить. Но Таурея... у Таурея мана закончилась. И, может быть, это шанс. Может быть, это шанс. Все резко стало супер, ничего не лагает. Ну, потому что ледокол должен быть на связи, если система работает нестабильно. А он куда-то отвлекается. Самый важный момент. Отвлекается он, отвлекаюсь я. И все мы. Так, короче. Битва была в пользу орка, судя по количеству экспы. Три с половиной, три с половиной. Малатон Кинг с двумя кольцами регенерации, с мега-быстрой, быстрым восстановлением здоровья. Но ему мана нужна. ему нужна мана, ему нужна третий левел для второго клэпа. И большое количество сорочек. Так, пиро мастер, надо зафиксировать его никнейм. Пиро мастер и точка в конце, кажется. снова битва. Малатон Кинг третий, врывается, у него есть бутылек маны. Нужно сплитить, в разные стороны разбегаются, пробуют разбежаться сорочки. Выходит первый брейкер, это хорошо. У мага есть инвул, на него делают сетку, он делает инвул во время стомпа, успевает пропить инвул. Если бы не успел, конечно, было бы очень больно, потому что у него на тот момент было где-то половина здоровья. Хавк ловит Виверну. О, я не видел никогда анимации Лассо, и недолго мы смотрим на эту анимацию, потому что ловит Хавка в сетку, и Виверна довольно быстро расстреливает его. Правда, падает, судя по звукам уже третий грант, ГГ пишет спайрл, и это да ладно. А начало какое отвратительное было, вы помните? Прибегает ФС, убивает суммарно где-то рабочих четверых-пятерых, при том, что грейт уже сделан. Но здесь не было рифлов, здесь все-таки Хавк играл через две арканки, то есть сорки-престы и потом брейкеры. ждем следующей игры. Всем еще раз добрый вечер, друзья. Прошу прощения за некоторые технические проблемы, сейчас мы их решаем. Надеюсь, у большинства все идет ок. Мы смотрим с вами второй полуфинал первого турнира, который проходит еще на Бете Рефорже. Турнир называется Битва за Долоран от LG Ultra Wide, потому что именно LG предоставили три приза, мониторы каждому из победителей турниров. Сегодня проходит первый, следующий выходной второй и, соответственно, в 27-го, если я правильно помню, декабря, будет третий турнир. Почему Орг сдался, лимит вроде бы... Не, лимит у него уже на тот момент рассыпался, то есть он потерял где-то 12 лимитов в тот момент, герои были пустые и он должен был сваливать с остатками армии. Тем временем, говорит мистер Двейнер, отжимает карту у Фоги. Кто победил? Победил Хавк. Хотя по счету этого не скажешь, посмотрите, тоже все очень близко. Биологист, я полностью с тобой согласен. Я не читал сообщения выше шары, но обычно, если такой способ изложения однобокий, это меньше, ну, хуже воспринимается. То есть это сразу фильтр не проходит. Субтитры создавал DimaTorzok. Давай хиро-дефенс пока катнем. А фоновое быстродействие это когда у тебя когда у тебя игра свернута, получается, да? В фоновом режиме. Или ты в Альтабе, да? У меня уже глаза на самом деле немножко слипаются, потому что что много сегодня стримов уже было. Землю спасаем. Не, не, КГ, не знаю. Не знаю. Я же не смотрю сейчас. А, видимо, это с их каналов. Так я тут при чем? Хавк. Заходим, друзья. Выиграем. Поехали. Кофе закончился уже. Почти. Смотрим второй полуфинал. Да, Виоби, я читал об этом. Посмотрим. Возможно, это связано с обновлением стилей, которые недавно были. Да, есть хоткей. Можешь попробовать Альте. Тебе, кстати, это писало каждый раз, когда ты наводил на кнопку с театральным режимом, что театральный режим в скобочках Альте. Смотрим вторую игру. Хавк, несмотря на неудачное начало в первом матче, умудрился выиграть, что добавляет, безусловно, уверенности в том, что ему удастся одержать победу. В финале его уже ждет сумасбродный украинский эльф. Вот. Посмотрим. Заодно можно будет понаблюдать и предположить, смог бы Хавк, например, пройти там в топ-2 на финале разбранкапа. Да, да, я теперь понял. Угу. Финал Б5. Вообще должно быть Б5. Должно быть. Так по логике, по крайней мере. Тени нет, бак или фичи. Специально сделал, потому что слышал, что включение теней иногда приводит к тому, что игра не загружается у кого-то. Я все настройки вывернул на минимум, потому что потому что, когда в прошлый раз зашел в Warcraft, у меня было 30-40 FPS. Но выяснилось, что снижает FPS именно опция меньше вотклика мыши. Она работает неадекватно. Уменьшает там FPS. Просто Х2 его делает вниз. Поэтому я все вернул, как было, кроме теней, потому что боялся, что тени могут быть ну, вылечу и все. Если они очень сильно нужны, можем рискнуть. Как по мне, чем меньше визуального такого лишнего шума, там отражения, тени, тем проще воспринимать информацию. И по этой же логике можно было не делать визуальное обновление рефорджа, потому что все равно ты смотришь издалека, ты не видишь этих мелких деталей. Да. Побежали. Армию игрока атакуют. Хавк в очередной раз не готов. Я не понимаю логики, почему надо... То есть он хочет сделать грейт на Т2 быстрее. И поэтому не делает вышку раньше времени. То есть он не тратит время рабочего, не тратит эти 20 леса на вышку. Но из-за этого ему приходится все равно срывать рабочих и рисковать их жизнью. Кстати, он до сих пор вышку не делает. Там понабежали. Товарищи, это не ко мне. Это не ко мне. Что вы начинаете? Я не знаю причин, по которым... И сейчас не хочу разбираться с этим. только отвлекает. Армию игрока Ладно, идет у нас скриппинг. Ё-моё, я только сейчас увидел, что вместо Рахмага у нас вышла Джоэна Праудмор. И эта Джоэна выглядит... Ну как, мы же не знаем, как Джоэна выглядит. У нас есть только несколько полигонов из оригинального Варкрафта. Она чем-то напоминает Рыцаря Смерти. Из... Ну, помните, женский скин появился. Неужели вот такая вот Джоэнка будет? В оригинальной кампании. Архмага добивает тролль. Я думал, хуже не будет начала, чем в прошлый раз. Это из Вова? Вовский вариант. Но Вове она симпатичная. Она же должна быть симпатичной. армию игрока... Надо посмотреть, как она... Как она выглядит. Так. Здесь Т2. Таурен. Судя по всему, ничего не будет меняться. Зверинец. Казарм и лавка воду. Но в этот раз у Хавка все значительно лучше в плане экономики. Но по герою... По герою беда. Джоэна не сильно опережает ФСа. Еще не третьего левела. А там уже Таурен крепится. Найдет, скорее всего, зелененькую точку закрепит. Краба прорисовали нормально. Не могу я теперь на них спокойно смотреть, потому что из-за них земля в опасности. Волшебное святилище одно, волшебное святилище второе. Мы понимаем, что это тоже не будут рифлы. Это будут кастеры и брейкеры. Прошлый раз зашло. Главное дожить. Выпадает амулет энергии. Скорее всего, он выпадал вот где-то здесь. И по таймингу типа Линовского Спаррил делает мега раннюю вторую базу, из которой вроде как Альянс ничего не может сделать нормально. Можно прийти попробовать на халявку убить, но это же надо разведку сделать. Или догадываться с очень высокой вероятностью, что там будет экспант. хавк очень агрессивно выманивает здорового огра. Он выходит из окружения, он пытается его снова окружить, тут снова выходит. Ай-яй-яй-яй-яй. И рядом форсир. Да, момент упущен. И сейчас, учитывая то, что ну 100% знает спарил, что хавк будет крипить. Да, он подбегает. Архмаг подставляется, стомп, не успеем прожать цепэм, чайник успеет, успеет на телепорт делать. Телепорт на телепорт. Маутен Кинг вместе со своей армией угрожал форсиру, а а Таурен архмагу. И сейчас оба должны по идее бежать в центр. Вон, два кодоя. Посмотрите, какие красавцы. Толстые кодоя, на них еще более толстые арки сидят. Архмаг очень битый, пресс не успевает справляться. Сетка минус фут, ополченцы нужны срочно. Сколько людей погибает на этом огребе здоровом? Сейчас арк может на него накинуть самостоятельно. Не, не рискует. ополченцы wave на ополченцев. Чайником добивает роля, еще минус двое рабочих. Ситуация очень непростая. Нужно закидывать молоток форсирования. Нет, и огненный плащ утаскивает. Ну, какой ценой? Какой ценой? Матум Кинг, скорее всего, не уйдет. Пытается иллюзии сделать. МК падает. Таурен третьего уровня с огромным количеством маны. Элементали разваливаются. И при этом экспанторка работает. Ну, то есть, он только-только достраивается, но все, уже рабочие золото могут таскать сюда. И момент для хавка очень опасный. То есть, ты проигрываешь по уровню второго героя, ты проигрываешь по лимиту, сильно проигрываешь по лимиту. И время работает против тебя из-за вражеской базы. Да. Ну, очень много жертв было на попытке убить красного. Попытки окружить его, убить. Голема еще хрену... Ой, вот это фаталица. Прекрасный стомп, лайтинг-щилд, чайник сверху. 41 падает сразу же. Стомп очень странный был сейчас на Малтон Кинга кинут. А там телепорта-то нет, слушайте, а может быть забрать корову третьего уровня? Есть чем? Нет, молотка нет. Корова падает, Малтон Кинг правда тоже падает. Дело в том, что если под словом начнется отступление, то можно реально будет хорошо подрезать юнитов. Понимаете? Форсир-то не может, форсир ждет Таурена в таверне. Падает кодой. Контроль! О, отконтроливает от кодой от брейкера своего. Еще разок! Ай, не успел. МК должен выйти, он первого уровня. Но первым выходит Тауриан. А Малтон Кинга нашего мы не восстановили в алтаре вовремя. То ли внимания не хватило, то ли ресурсов. Ресурсы вроде есть. Видимо, внимание. К сожалению. Видимо, внимание. Увы. Пытается подрезать на отступление юнитов. Но можно и контратаку получить. Пытается вписаться за кодой, в котором брейкер трехлимитный. Архмак очень битый. Очень битый. Пурч, все это минус ай. Ну да, можно выходить. Не сдается хавк. Возвращается Малтон Кинг. Там четвертый Таурен. И Виверны, которые спокойно отстреливают кастера. Конский урон. Точка сбора неправильная, что сорочки летят и отдаются просто в бармерк. Правда, на них особо никто внимания не обращает. Да, ну там экспант работает. Знаете, там еще ресурсы в вагон. 55 лимита. Уже и запки повышел. Несмотря на штраф, все равно продолжает штамповаться. Плюс 20 лимита. МК пытается накопить себе ману на 80 деньги на бутылку, но не успевает ни купить, ни... Ой-ой-ой-ой-ой. Очень опасный момент. Кстати, может быть, имеет смысл действительно переключиться потом на второй турнир после этого. Посмотреть за игрой Императора. Но сейчас важный момент для Хавка. Он в одном шаге от финала и, соответственно, от битвы за главный приз поступился. Чек-то ли я был? Что? Ага, хорошо. Скинь мне, пожалуйста. А, нет. Ладно, я сам отправлю в личные сообщения себе. Надо разместить на стриме. Запусти YouTube. Сейчас вы, скажите, сделаем старый стрим, возможно, не будет. Астротанул. Алирия Астротанул. 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 Короче, бая. Так, только надо определиться, куда я ухожусь. Надеюсь, на вашу помощь. А, ну, тем не менее, не будет хорошо зайти. Мне кажется, я сопоставлю, а вы скажете, да? Вы говорите? Ну, вот таким вот образом. Слева от мапы место есть вроде... Да-да-да, там вроде там же, как и под вебком. Там вроде свободное место. Ждем третьего решающего матча. Тут стал Дарда, я спать хочу. Да и меня немножко эмоционально вы... Так, Токхар говорит, Миша, привет, отъезжал на пару недель, не было доступа к ГГ, что нового? Ну, во-первых, завершился турнир по героям. Он... Ну, папашки победили, как и ожидалось. Финал доиграли на следующий день, потому что не успели. Варифорж должен был выйти 12-го числа отложили выпуск, и мы проводим турнир по бетке еще. Вот, чувствуется сырость игры. МКЛ прошел, новость есть на главной странице. Приложение для Smart TV вышло. Можно посмотреть. Один из пользователей запилил. По турнирам много обновлений. А, Phoenix Point начали играть. Если у тебя две недели не было, то Phoenix Point 3-го декабря вышел от создателей XCOM. Сразу Росбрейн закинул челлендж на косарик. Пройти игру на максималке без сейвов. Ну, там нет режима Iron Man, но... Поехали. Игра вполне проходима, слон ее уже прошел. Я сейчас мучаюсь. Третья попытка. Прогресс вроде есть. Да, Секера игра года, я тоже удивился. Goodwin, оно работает на... Пока на телевизорах марки Samsung. Следующим будет LG. Сертификацию надо пройти. Которые 2015-го и позже года выпуска. Там, видимо, платформа какая-то. Ты просто в магазине приложений встроенном пишешь Goodgame, и там будет... А то что-то замес в пещере интересный начался. Да. Сегодня не будет, скорее всего, Phoenix Point, потому что вот в таком состоянии... Я боюсь, что и на Императора потом не пойду смотреть. Да простят меня околиты. Салазар! Здравствуйте. Здравствуйте. От Родии тоже прошел Phoenix. Его вроде отложил. Он ее специально не стал проходить, потому что игра сырая. Когда во что-нибудь с сюжетом поиграем. Но Phoenix Point с сюжетом... Там довольно много текста. Настолько много, что я сегодня к концу трансляции уже начал запинаться и читать значительно быстрее, чем обычно. Good Date будет 2 января. Анонсировал БСП. Я не знаю, что там за новелла будет и новеллы ли... Ну, они что-то повыбирали там. Тей, Бонневур, БСП. А, Kings Bounty еще. Kings Bounty замечательная игра. Сюжет отличный. Квесты прекрасные. А Нонатальев говорит, Мишка, привет. Будет сюрприз к Новому году от ГГ. Нет. Я думаю, таких прям сюрпризов не будет. У нас есть... Снег запустим в чатике. Смайлики новогодние достали из шкафа. С верхней полки. Вот. Турнир по Варику видишь тоже. Это занимает какое-то время. А так, пилим ачивки. Из интересного. Но это точно не к Новому году. Белый ГГ говорит, Капачпоки зовут ее. Я надеюсь, мы не будем там с кентавром опять мутить. Как в прошлый раз эти бедра... Господи. Из всей игры запомнилось только это. Нет. Нет. В смысле, ты же будешь в новоле? Конечно, да. Да-да-да, я буду в новоле. А, у нас еще будет стрим этот. Поиграем, попоем. Ну как же музей? А, музей наркоманский. Это точно. Современного искусства. Да, незабываемые трансляции. Ох, я вспомнил картины, которые там были. Не-не-не-не-не-не-не. Хватит. Хватит. Ну вот что-то будет подобное, я думаю. В любом случае будет весело, потому что, вы же понимаете, это Бонич. Это БСП. Тейка. Ну, я так просто... Ох, щетина бедер. Да, щетей? Тей помнит эту щетину. Щетину бедер. Ох. Предатор опять заскочил в игру. Ну, бас, его кикнули, правильно сделали. Зачем вспомнили ужас? Согласен. Да-да-да, помидорка. Вот я об этой картине, об этой картине и говорю... Ее и вспомнил как раз. А будет ли прохождение чего-нибудь олдскульного? Многое зависит от того, закрою ли я Phoenix Point или нет. Если... Мне кажется, что по текущей динамике я уже больше половины пути прошел. Почти вся карта исследована, штурмуем базы, все дела. Если я сильно не накосячу, то в течение недели, в зависимости от того, конечно, сколько времени буду уделять, я смогу закрыть Phoenix Point. Если так, то времени будет значительно больше. И сможем выбрать что-нибудь и по традиции перепройти. Или, например, пройти... Можем варик, например, перепройти компанию, как хотели. Попрощаться с оригинальной озвучкой. Вспомнить что-то у Артаса. Как дела у него? Гл 30 фпс. Ты скинула ссылочку на инстаграм. Да, вспомню. Да... Наркоманские вот эти вот... Это музей. Музей, где все, судя по всему, не в себе. Это... Ужасно. Да там вроде игра более-менее понятна. Да, Макси Дом Край. Я знаю, что от Готика ремастер показывали вчера. Я смотрел. Моя любимая игра. Сто раз проходил. Обязательно перепройду. ЗЗ4.7 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ты зачем каких-то говно модов на Варкрафт накатил? Отрубай давай, глаза вытекают. Терпи. Терпи, Севен. Интересно, Севен поменял аватарку, он все еще там такой... Стоит в шляпе. Выображает. Надо фпс. Нет, хотя фпс оставлю. Смотрите, какой голем. Смотрите, банды какая. Вот это полигоны. Вот это глиняный вообще позитивный. Смотрите, улыбка такая. Армию игрока атакуют. Свинка разовощока. Его прям распирает на красной румяной. Как будто уже поджаривается над солнышком. Так. Эээээ... Тут вместо джайны нам подсовывают какого-то моната, воспевателя ма... Воспеватель... Воспеватель то ли магии, то ли мамки. Я не знаю. Не поместился Воспеватель полностью. А может быть Манат Воспеватель Маната. Кто его знает? Мааа. Будем его звать просто Мааа. И опять Хавк страдает от волков. Мана-мана. Минус один рабочий. Новая пара. Волков. Армию игрока атакует. И вот звуки у троллей точно не те. Ну точно они в берс мод не выходят. Потому что должен быть статус. И в игре вроде у них не увеличивается скорость атаки. Да, у них одинаковая скорость атаки. Но звук как будто они... Вот, слышите? Может когда сетку кидают, у них такой звук. Просто у меня уже рефлекс. Если врубается берс, это значит беда. Потому что 50% скорости атаки, это очень больно. Два волка призрачных. Выглядит как будто невидимый. На самом деле нет. Их уже ждут ополченцы. Этих волков. Хавк крепится. Архмак у него немножечко не... Нездоров. Но выпадает. Серьезно ты будешь вот так стоять? С двумя футменами можно попробовать перетанковать его. И еще минус один рабочий у Хавка. Беда. Просто беда. Армию игрока атакуют. Тяжело, наверное, Хавка с 30 фп сыграть. Контролить не комфортно. Кто добил? Форсир добил. Прибежал просто один выстрел и все. Там элементаль, два футмена, Архмак бьет. Ну, плевать. Так, с стролем такой фокус не прошел. Форсир очень битый. Не было бы, скорее всего, все равно 3-го левела у мага, даже если бы он добил того тролля. Фотос говорит, Warcraft, видимо, как раз подготавливает к консолям. Почему? Почему, почему, почему? Не пугай. Это Diablo 4-я под консоли будет? Но Warcraft 3-я. А как ты выйдешь? Архимагг 15. Слушайте, точно. Реально Архмак похож на Архмагов из Пятых Героев. Йо-моё. Это же плагиат. Ёшки-матрешки. А что будет, если в суд подадут на Близзард за использование моделек? А, 30 ФПС, нормальная практика в консолях. Не, 60, все-таки на 60. Прошкин, эксген. Армию игрока атакуют. Хавк пытается выманить Огров с магазина. Но очень удачно подходит. А какой стом прекрасный. Фокус по Таурену, правда. Но футмены все очень биты. Чайник. Минус пара футов. Самый главный артефакт выпадает из Огра-мага. Здорово. Добивает опять тролля Орк. И уже первая Виверна появляется. Правда, вот здесь Огру будет крайне сложно выбежать. Надо тратить молоток, надо тратить молоток, молоток, молоток. Ну как? Видимо, недоконтраливает из-за лагов. Добил... Все-таки взял артефакт Архмаг. Сетка отличная в Виверну. Пользоваться будем? А нечем пользоваться. В Виверну можно было как-то убить. Но если бы он в нее влетел, вряд ли это был бы честный размен. Лесопилка по-быстрому делает Хавк. Ну, видимо, чтобы этот курятник сделать. Насколько я помню, Ламмилт нам нужен для... Для Авиария. Извините, Авиария. Авиарий! Кавки, конечно же, не панацея. Сделать жрецов адептами. Нормальный такой апгрейд. Сделать жрецов апдейтом. Сделать лучше. Увеличивает запас здоровья маны и ускоряет регенерацию маны, так обучающая рассеивание заклинаний. Классно. Волшебница. Универсальный маг. Владеет замедлением, снижающим скорость при движении и атаке врагов. Может изучить невидимость и превращение. Атакуют наземные воздушные цели. Что еще почитаем интересного? Авиарий сейчас закажет Хавка. Леса нет, к сожалению. На него тридцатка вроде нужна всего лишь. Город в осаде. Или сколько? Больше, да? Шестьдесят. Армию игрока атакуют. Не, ну точно не больше шестидесяти. Он завтыкал немножечко по лимит. Ладно, посмотрим. Не, мне казалось где-то типа сорок-пятьдесят, вот в среднем. Мне кажется, это даже сорок. Тридцать, Джеки? Первый раз было правильно. Двести десять на тридцать, да? У него стоимость по золоту подел. Иногда по монитору пролетает какая-то... Какая-то шняшка. Просто через весь экран. Ой, опасный момент. Огр под Бладластом. Командир пытается... Капюшон хитрости. Ох, артефакт очень плохой. Минус одна сорока. Минус телепорта нет. Маутен Кинг может не уйти. У него есть крест. Делает Клэп, теряет еще одну сороку. Похоже, да, похоже. Похоже, Хавк здесь проигрывает. Но опять, минус двадцать лимита. Есть нычка оркам. Крайне неудачный Крипджек. Камень жизни пропивает. Лайтнинг щилд использует. Минус элементали сразу. Минус сорочка на отступлении. Нет, этот, к сожалению, два ноль. Два один Хавк. Вылетает его Хавк. Но он один с двумя не справляется. Красиво падает вообще. Такая анимация была о гибели. Я ее не видел раньше. А-а-а, говорит Маутен Кинг. 20 фпс, инфайт, гг. Да, с этим надо что-то делать. Беда. Беда жалко, конечно. Но финал. Фогич. Фогич, какой фогич? Соник! А-а-а, блин. Я вообще никакой. Соник против Спирола. Подчеркают. Когда убивают героя с крестом, дают? Нет, нет, не дают. Не должны, по крайней мере. Мапхакер какой-то, как всем криппингам испевает. Да. Вот в тиму про Мономона. Прикольно. Неплохое время сэкономил, да? В артилекс. Все, в принципе, понятно. Это был спидран просмотра видосика. Прям весь сюжет. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, должно пройти какое-то время, пока они определяются с картами. Подчеркают. А у кого есть под рукой информация по турниру, где император участвует? Время-деньги. Боюсь представить, как Мишкер Войну и Мир читал. Читал кусками. Кусками... Потому что... Потому что время, 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 время... Нужно. Вивоби скидывает на Rising Star. Так. Сеточка на... 128. Да, 150... 151 плеер на 256, видимо. Че так все... Так уже лучше. Хэппи-хэппи. Хэппи с Шейком. Шейк выиграл нейтрона. Сайт здесь. Да, ты считал. Не, я до конца не достижу, друзья. Потому что... Здесь, ну, допустим, на тур у нас финал. И то не факт. Ну, хотя да, факт. По-тому еще полуфинал, полуфинал и финал. Самое интересное, но я не справлюсь. Если я могу справиться, но я вам такой не нужен. То есть нужен, но... Кому-то. Но... Ну, посмотрим. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Чего начинаете? Не давите на меня. Не давите. Поги проиграл Империусу. Император выиграл Шейк. Ваперон. Да. Ох уж эти парни спидранеры. Ну, это... Это-то я о своем. Видимо. Кофейку выпей. Ага. Краба одолевает. Сложновато с этим Феникс Пойнтом. Потому что... Можно было, конечно, стримчики попалить. Ну, мне и времени на это жалко. Я заходил периодически к слону. На минуту, на две смотрел. Передал привет. Слушал ответ. Выдыхал и закрывал. Но в результате Пандаранское мы с четвертой попытки взяли убежище. Сейчас, правда, новое. Я слышал, там жесткая финальная миссия. На которую можно засыпаться. А что, заболел, что ли? Бухал всю ночь? Не-не-нет. Я просто сегодня стримлю с... Одиннадцати или с двенадцати. С трансляцией идет довольно долго. Изматывающая была. Были проблемы. Смерти бойцов. Довольно сложные миссии. Но в результате вроде ситуацию выправили. Я надеюсь. А, геймлим Соник. Ой. Кирилл им поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Еще раз спасибо тебе. Че, Мандир, мы там в подземелье отдохнем. Не бой за нас. Не пропадем. Спасибо, мистер Лайт. Сэр, не увидел я твое сообщение. Заходим в игру. Нифига себе, тут френдлист. Старый добрый батлнетовский. Вайтра. Павел Рюмин. Евгения Парышев. Дмитрий Мерчук. О, брат. Друнин. Гульдешоу, флайф Зерк. Ой, Сливка ленивка. Зерк ТВ. Тим Краус. Это кто-то из орков. Стик. Сокол. Сергей Бурдуков. БСП. Фомби. Револьвер. В друзьях. Лонлич. Мишаня. Это КАС, кажется, да? Ребята, вы ничего не видели. Джуз, ледокол, Игорь ЖКХ. Игорь ЖКХ. О, флайдрагекс. Тоже в Диабло играл. Фаркхим. Фиба. Анаки Дуоров даже. Сто лет не разговаривали. Поми, Аспирант. Блай. Вариан. Димага. То самое. Класс. Сразу флешбеки. Вайт Рафа тонки. Манти сейчас рейдит. Да-да-да, он и стримит опять же. Ой, что это такое? О. Соник, друзья. Это тот самый Соник, да, наверное? Видимо, да. Плик. Презинс кастом гейм. Перевода, видите, нет. Презинс мейн меню. Типа, находится в главном меню. Не готов рефоршить, к сожалению. Игорь ЖКХ тут, что батарею менял. Да-да-да-да, который приезжал. Игорек. С собакой. Так, да, у нас финал, друзья. Финал. Е-е-е-е-е-е-е-е. Битвы за Даларан. Игра не вышла, но баланс нормальный. Главное, чтобы не было вылетов. Играет Соник Против Спирала или Спайрал Сокол сказал, что Спайрал он читается Хоть и немец Ни Шпирал Ни Флюгеньки Хаймны Или как там И Матга В ближайшее время нет Мы больше сейчас по турнирам По проектам Ну и по фиксам, по саппорту, по ачивкам Хотя, черт его знает Я оставлю все-таки Надежду, потому что Может такое произойти Феликс говорит Чудо, зашел в бета-профиль Выбрал низкую задержку Дивер, лаги ушли, замечательно Бывает Рекомендую Привет, Феликс Итак У нас с вами карта Твистед Медоуз И Необычный старт Обычно с ТМ не начинают Вот так вот просто Давай зарубимся на ТМ Не совсем карта такая Которая устраивает Обычно всех Хранителя рощи Выбирает Соник Мы уже читали о том, что это герой-мистик Повелевающий силами природы Он может изучить гнев деревьев Силу природы Силу земли Ауру шипов И спокойствие Заказаны виспы Говорят, бесполый Но явно, что Женское лицо Это что, с ютубом? Да я не знаю Локальная запись Слава богу, делается Хантрески с одного барака Прикопочка Хоп, пошла А здесь пытался выманить Видите, тут барак такой интересный есть Ооо Довольно опасно действует сейчас Выманивает Голем заходит И тут хопа Заблочено Из землянки Стреляют пионы Неужели успевает даже в таком случае Да ладно Набивает Набивает козел Красота-то какая Плюс 120 экспы Блэйдмастер Такой руками разводит У него из экспы Только в кармане За виспа Лежит там Горсточка Семок И все Красиво Там такой простой урон И от Блэйда И от Гранта И от землянки Землянка Родная 15 лет Мы не знали, что это землянка Это было логово Но теперь Теперь это наша землянка Подрезает рабочего Хотя терпит козел Если честно Пытается выманить грунцера Грунцер не сдается Хорошее начало для Соника Это как бы на мувик Сразу можно И пион успел Цветы жизни подрезать И Ну артефакт Ну не мог там никак Вытащить Еще минус рабочий Козел Почти второго уровня Не спрятал рабочего Можно было в Бору запрыгнуть Надо было убирать оттуда Ненужного рабочего И спасать Козел тем временем Второго уровня Что у нас по экспанду У нас планируется экспан Т2 Армию игрока Блэйд хорошо С вампиризмом Крепится У него есть Замазочка Он ей регулярно пользуется Плюс регенчик Чик регенчик Гранты правда Выдают Местоположение Блэйда И вот так вот Просто на пофиг Начинает Крепить Перебивает лечение У Блэйдмастера Надо уходить Твинвок Динамика Оооо Просветка есть Ооо Это минус Блэйджи Инвиз Просветка Да Ё-моё ГГ Ха-ха-ха Соник хорош Вот это Соник Дает Вспомните Как давно Нет Ну не вспоминаете Игру Императора Это Это ладно Как давно В этом мэтчап В этом мэтчап И увидели такое Такое классное начало Все просто грамотно Пришел Увидел Убил пиона Добил голема На чудесах Подхарасил Как царь Отступил Когда надо Разведкой Конечно Спарил Накосячил Но тем не менее Переключился Стелепортировался Наказал ГГ Все Сейчас Дайте на телеке Посмотреть Поднимите Ютуб Если смарт ТВ Можно посмотреть Так Да Говорит Ю-моё Альтапнулся Уже Все Там Было Очень Хорошо Красивейшая Катка Где-то Три Минуты Пятнадцать Секунд Там Точно Не Три Пятнадцать Пять Минут Пятноль 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 У меня Хромкаста Токаитов Да Пять Минут Реально Пятнят В аркаф Теперь Можно Перематывать На 64 Скорости Ой Я не успел Не успел Не успел Не писал Закончилась Игра Ладно Пять минут Пять секунд Просто Это Хантрессы Меня сбили С тайминга Обычно Обычно Я под второго героя Там Смотрю Когда Там Т2 Ну Быстрая Игра Вы только что Видели Очень Быстрая Игра Прошла На всякий Случай Если вы Не знаете Кто Такой Соник Соник Это Красавчик Вот он Крупнее Даем Это он только что Кипера Показал Блин Хорош Хоп Хоп Я буду защищать эти земли Спасибо Класс Очень похоже Вообще Да Если ты Посмотришь Как Выходит Козел Он Видимо Специально Посмотрел Как Анимации Героя И как Он там Руками Делает Это Классика Согласен С тобой Гата Но Начало Очень убедительное Эх Было время Это совсем Недавно А то ли Еще будет Представляете Нам Нам Нужно С вами Болеть За Соника Чтоб Он Прошел На Следующий Гол Но Обязательно Обязательно Попросите Его Что-нибудь Такое Выкинуть Запоминающийся Чтоб Мы Сидели Просто Кидать Сейчас Что-то Будет Все Уже Затарились Чем Надо Сидим Ждем Выхода Соника Игры Просто Ждем Кого Же Нам Покажет Поэтому Болеем За Соника Переводили Через Google Транслейт Зрители Команда Видимо Часть Полей Были Оторваны От То есть Там Как Тебе Выгружает Огромный Массив И Не Всегда Ты Знаешь Где Эта Кнопка Находится Где Этот Текст Находится Там Всегда Должен Быть Контекст Для Того Чтобы Что С чем Стоит Рядом Что 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 Вокруг Происходит Чтобы Правильно Перевести И Объем Тут Довольно Большой Материала Для Перевода Поэтому Нужно Несколько Итераций Нужно Выкатывать Потом Смотреть Потом Правиль И так Далее Вылизать Короче Нужно Все Видите Водички Побольше Уже Лунный Колодец Очень Прекрасно Нарисован Игру Сделали Конечно Красивую Красивую Но Нужно Стабильность Подправить И Баги Всякие Поисправлять И возможно Какие-то Визуальные Вещи Которые Там Наверняка Игроки Накидали У тебя Не вызывает Дискомфорт Свободное Место По краям Нет Вообще Я даже Не заметил Что Ну я Не обращаю Внимания Что здесь Есть Место Я был Бы Не прочь Иметь Возможность Убрать Интерфейс Даже Чтобы По сочетанию Клавиш Как в старике Помните Во втором Сделали Ты мог Просто Взять И убрать Все Чтобы была Чистая Игра Для того Чтобы Какие-то Масштабные Сражения Показывали Что здесь Все-таки Очень много Места Отъедается Ну и плюс Будет Эффект Такой Погружение Ох Иллидан Наконец-то Такой Суровый Вот это Посмотрите На его улыбку Правильно Ее нет Ну наконец И такой Плотненький Покрупнее Стал Иллидан Хорош Ё-моё Слава тебе Господи Вот Это Я понимаю Да У него Верхняя часть Тела Двигается Не так Активно Как Нижняя Как будто Как будто У него Позвоночник Резиновый И он Есть замечательное Видео Да Помните Где Иридан Где-то Здесь Там Очень Четко Иллюстрируется Стиль Вот Это Вот Беготни Если Не Видели Посмотрите Тоже Классика Варкрафта Или в культурист Не Ну Дожаловали Что Демон Хантер Мелкий А Это Просветка Ё-моё Я думаю Что это За эффект Такой Космический А это Просветка Это Порошок Прозрения Понятно Сейчас Сейчас Будет Сражение За Этого Огра Он Он Мирно Спит Ничего Не Предвещало Беды Хорошее Место За Рынком И тут О Что Бах Блэйдмастер Рядышком О Блэйд Зажат Ну У Димки Похуже Все Блэйд Зажат Своими Ну В смысле Нейтралами Тут Гранты Там Не успею Добить Успел Добить И успел Артефакт Взять Красавчик Соник Он Выкупил Кстати Серклетку Из Рынка Молодец Выложить Все Серклетки Плюс 8 Ко всем Атрибутам 600 780 Демон Псих Ну 4 серклетки Это Ну Почти Две Короны Королей Короны Королей Такое Количество У него Всего Не Ну Это Конечно Психованные Вещи Так Нельзя Делать Коре Коре Говорит Каменский Да Действительно Он Он Очень Благородный Очень Да Ладно Я бы не стал окружать На твоем месте Демон Хантера С сапогами С четырьместер Клетками Он сразу Ну он куски Просто от Блэкмастера Отрезает А что ж ты не хочешь Окружать Давай-ка иди сюда Арча уже Блочит С кроссфит Ааа Блэйд понимает Что не туда бежит Моноберн Под зад Иди лечись Гранты Втроем Такие Вух Вух Давайте С этим Слепым Побейтесь То он Он просто Ушатывает Ай-яй-яй Грунцер Убежал Опять ты окружать Слушай Ну хватит Не надо Вообще Он рискует Опять Хекс Это забануха Это был байт фалин подчеркивание темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает миш а почему короны королей это не корона шлем минус короче это был такой грамотный байт просто грамотнейший понимаете да под хексера просто он его вывел но увлекся немножко sonic не почувствовал этот тайминг о это маг медвежья лапа бестмастер смотрите какой ой енот енот и свинья кто из них главный свинья герой вызвал енота нет бестмастер минус грант без пытается отменить это что талоны что ли подождите это талоны я вас сто лет не видел талоны друиды минус x бестмастер без шляпы так его непривычно таврик сара без шляпы наблюдать смода пумба талоны ребята талоны кому талоны посмотрите какие красавцы прорисованный у него плащ в виде перьев крылья делает из них ему урон подрезали да было 11 14 него если я правильно помню и посох у них красивейший жух из дерева выточенный барак танкует мурлок здоровый сразу прочитал книгу грамотно соником психованный он тыкает сразу таки когти когти передадим ки вместо телепорта давай уж не будет я передал пару секрет к бесту потому что у него с броней проблемы так немножко мы его плотность повысим за счет армора и за счет дополнительного здоровья дима уже нормальный человек не будет при прочих равных бить что он продал тп сейчас не ну sonic всегда удивлял своими стратегиями то есть у вас есть уверенность что он пойдет в атаку и выиграет наверное ну может быть и есть у кого-то вот но стоп не сто процентов давить я я тоже не берусь утверждать что он придет просто и убьет а sonic думать что он убьет понимаете а это был не тп цветок зверя блин близарды как я вас ненавижу а это был скроу забист реально лежал свиток ну да просто цвета нужно сохранять блин свитков тоже синенький какой-то там был этот как он выглядит вот он но он другой формы циклон рейдер с мечом на плече как будто на аттракционе то есть ему нормально чем мы с волком тут покрутимся крутимся в эту сторону крутимся крутимся о наши подошли уже сзади так блэд мастера немножко будет мастер тоже норм грантов топор на плечо так старые змейки нет кажется в оригинальной игре там его как-то крутит сильнее ты не видишь что он как бы стоит на месте с анимации базовой тинкер заводом штепсель трескоклац его зовут штепсель ай выходит из окружения а не не выходит ай выходит нет не выходит гоблин внизу поджал гоблин минус blade вот это да ну это 20 потому что сахата отсюда никуда не уйдет конечная жалко а что что не так блин хочется спросить а именно что к что конкретно его не устроил может они там 20 fps может быть что 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 может его талоны не устроили может он по балансу terrible пишет так непонятно почему он подгорел а сони как видите не сдается друзья попробую еще разок с рестримом был не нужен тп он потратил когда на маркетплейсе но я думал что она взяла он оказывается скрозы бист знаете в этом моменте прекрасно все то как он на секунду остановился вот сейчас только этот момент заметно свете он выходит и оп стал и после этого пошел то есть он как будто в образ все красавчик такой красавчик а телепорт действительно был не нужен все правильно ну что sonic в одном шаге от во первых титула победителя первого турнира пусть по бетке на первого турнир и понимаете и от монитора и лжишного тоже в шаге хорош давай главное сейчас не это самое не расслабляться и довести все до конца немец уже подгорел морально он подавлен будем батраков ведь у них внизу он полтора года учился в харьковском драматургическом серьезно а парень теленсин классик равно щит парень теленсин рефор щит кубе я думаю что у многих игроков будет профессиональных ну там есть деформация ты не просто много играешь многое много стриме что много смотришь ты очень много играешь и отношение совсем другое поэтому тебя любая мелочь будет бесить а если это не мелочь что это вообще до свидания как он написал куб но он мог знать как он здесь же можно нажать alt насколько я помню как и в старике ввести код и по табличке всякую хрень писать то есть там есть ну в общем вот он видимо знает как в кубе писать щит кубе только сейчас не дошло alt 0169 alt 0169 это c alt 0169 0153 трэдмарк видите к чему-то новому мы каждый раз о давай год гейм ру 0 0153 0153 выглядит классно сори макер тем sonic снова игра через димку выбивает мощные зелья маны мощные зелья маны я только пришел это строков средневековье это лучше чем starcraft средневековье в свое время starcraft 1 называли орками в космосе когда близы первый раз показали старик он был совсем не похож первый который бурдворк он был совсем не похож на под starcraft который если вы видели эти скрины просто ад и был проделан серьезный реворк дерево древо жизни чем-то напоминает фокусы но смотрите она такая старенькая бабушка такой чепчик а вокруг что-то в этом есть у асд нашел наконец-то тройку ты какой код в результате да вот он это первый starcraft друзья атакуют очень странная цифровая гамма все очень странно так я только чатик верну с вашей позволения без него не могу кстати здесь димка но hunter school вы понимаете что это значит это попытка сделать фейк талонов а самому выйти в дрят или медведей уж не знаю блэй должен выходить из сумрака добивание мурлока куда ты как ты что ты делаешь то что ты делаешь рановато он не добил он не добил артефакт может быть и взял но это а эта тема сделать скрины дерева с киндерево с лицами топ игроков прикинь деревья с лицом муна разбегающийся по карте я думаю фанаты бы одобрили 0179 0179 0179 да нашли 0179 это куб вот он заморочился до щит в кубе соник пытается отконтролить арчу скрыл спит посылает грамотно одного гранта за арчой но его отпускает арча добегает арча должна выхилиться грант не успевает блэйд мастер есть проблема моноберном можно сбить одно лечение но нет тут уже код появляется он сдает всех арча уже сразу видите на гранта типа чтобы блочить но подборщ 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 ну кота одного верхнего гранта так бей молодец спрятал арчу грунцера добил и в результате что две лорницы т3 что древо мудрости соник в своем стиле вот он любит ставить базу у себя на мэйне подрезает еще одного гранта вообще мне нравится что sonic особенно после такого подгорания врага берет просто играет другую страту то есть талон не нравится вообще без проблем создавай блок 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 не хочет больше байда не лучница сделали по симпатичным садить даже в хайде ночью еще симпатичную игрока такую продолжение как бы вообще планируется она не планируется по времени на конкретное время но я ее пройду с очень высокой вероятностью просто она не такое она без челленджа но не такое типа актуально можно отложить все шансы больше чем на годе хрустальный шар кто-то говорил что у него хрустальный шар не работает рекорда типа скан идет а никакого эффекта нет так тут крип джек арчи начинаю страдать страдать минус 1 и на старая а он просто хочет не выпустить блэк мастера неплохо это минус блэйд главный час на хексе чтобы кот не отступил и все а кот не отступает блэк мастер умирает а древо мудрости это не мы не мэйн извините древо мудрости мне казалось что древо мудрости это первый уровень главного здания нет древо мудрости или нет это лорка а как называется древо жизни древо столетий добился х сейчас жизнь столетий вечности все ссори не прав мудрости это лорка все мудрости это лорка сейчас идет атака штрафуется еще один грант разница по лимиту на данный момент уже 16 а грант скорее всего не уйдет лес видели как анимация леса рубились сразу же моментально тут т3 ему бы бетон заказать надо было но уже поздновато как верн отличный на бой да как только вышел сразу берн ставит правильным образом нычку причем он принял это решение еще тогда гг пишет парил 30 sonic чемпион как обидно хавку блин ему нужно что-то делать с компом или с оптимизации с настройкой потому что но я думаю что финал sonic of был бы с большей интригой а там поздравляем соника он становится чемпионом первого турнира по бетке друзья не зря мы эту гифку открывали вот он красавчик сделал все как надо четко отконтролил убил так убил сяк хопа монитор взял и забрал спасибо вот клипчик сделать пожалуйста минус немец плюс моник но еще будет привет бендер монитор на украину от полет будем будем конечно по снг мы отправим монитор вы что начинаете три ноль уверенно причем слушайте давайте посмотрим все таки как там императора дела сейчас выбор либо пойти отдохнуть либо пойти отдаться в феникс пойнте либо с соколиком почилить порыбачить кому обращаться это мы к тебе это мы теперь к тебе будем обращаться поздравляем с вами свяжется так надо скиньте пожалуйста ссылочку на сониковскую эту картинку так поздно поздно хотя нет не поздно никогда не поздно мне уже поздно так друзья я в любом случае сейчас делаю стоп записи локальный и вы это не вы этого не почувствуете но пожалуйста если у кого-то есть под боком ссылочка на трансляцию то есть а я я я я Продолжение следует...